Тема для вас очень актуальна, вы люди молодые, о том, что есть такая семья и брак. Потому что рано или поздно большая часть из вас в эту таинственную жизнь будет вступать. А современный мир, который ограничен для нас, к сожалению, часто телевидением или какими-то там разговорами, газетами, он нам предлагает нечто совсем другое. И, в общем, вот это такое святое понятие уже разрушено. И я бы хотел с вами еще на эту тему и поговорить. А если у вас какие-то есть вопросы на эту тему, потому что те люди, которые делают вот эти все там передачи, соответственно, по телевидению, журналы выпускают, они просто обманывают вас и имеют какие-то совсем другие цели, чем те, которые декларируют. И это так часто бывает, потому что есть такое понятие, и вам это слово должно быть знакомо, демагогия. Вот. Что такое демагогия? Это когда некий человек хочет за счет слов скрыть свои истинные цели. Ну, например, вот исторический пример, вы это недавно проходили, декрет о земле большевиков. Землю крестьянам. Но за счет этого лозунга люди обманывают и там, свобода, равенство, братство. В результате получается концлагерь. А люди туда идут, таким же образом действуют все секты, например. Они предлагают людям свободу, успехи в бизнесе, в семейной жизни, там, вот вы идите к нам, а результатом человек оказывается безвольным рабом, конечно, внутри. И так далее. Вот это, почему демагогия бывает успешна? Потому что молодой человек, вот как вы, живете в первый раз. Вот. Меня, старика, уже не так легко обмануть. Вот. И вы вступаете вот в взрослую жизнь и вступаете в определенный мир. Вы родились в определенных условиях. Мы, старшее поколение, родились в других условиях. Мы знаем еще предыдущую жизнь, вот такую, доперестроечную, там, и так далее, и так далее. Вот. Более того, мы еще прочли много книг, которые вы еще не успели прочесть. И потом мы еще видели людей, и я со многим был знаком, очень близко, они были моими друзьями, они давно уже умерли, которые жили еще до революции. Среди моих знакомых был, допустим, один колчаковский офицер. Был помещик. Мой дедушка еще служил в лейбгвардии в гусарском полку. Можете себе представить. А я его лично знал. Хотя я был еще маленьким еще ребенком. Но все-таки я его помню. Я помню, как он ходил, что он там говорил. Поэтому вот очень важно иметь вот эту связь поколений. Почему я говорю, как здорово, что вы встаете? Потому что это традиция. Ну, я знаю, вы такие хорошие ребята, воспитанные. И пришел священник, и взрослый человек, вы встаете. А мы могли бы не встать, но я все равно имею возможность предположить, что вы как-то меня уважаете. А что меня не уважать? Собственно, я вам ничего плохого не сделал. Ни в чем плохом вам не был замечен. Это как-то нормально. Но сам вот этот акт традиционный, что взрослый человек встает, приходит, а вы встаете. Это очень важно. Потому что это традиция. Это передается из поколения в поколение. И вот такие вещи очень важны. И поэтому у меня есть, что, так сказать, вам рассказать из той прошлой жизни, прошлого уклада и нашего отношения к семейной жизни. И чем оно отличается от сегодняшнего. Почему? Потому что если мы сумеем вам передать вот эту традицию, то все будет продолжаться в том же русле, как и было. Если не сумеем, то вы станете совсем другим народом. Вот, когда Горбачев выступал на последнем съезде партии, меня поразили его слова. Он сказал, за годы советской власти неузнаваемо изменился облик советского человека. Я отчетливо понимаю, что он имел в виду совсем другое. Но то, что русский человек превратился в советского, это точно. Это, несмотря на то, что у нас общий язык и как бы общая история, но вот современные русские люди, они отличаются от тех людей, которые родились до революции. У них другая психика, у них другие устремления. Мне передавали вашу фразу, что если бы телевидение дали русской православной церкви, все целиком, то через год страну было бы не узнать, но оно в руках у злодеев. Страну, может быть, не узнать, но не через год, конечно, а через 10 лет. Вот представь себе такую ситуацию, что в нашей стране люди перестали делать аборты, перестали разводиться, и все ли стали работать мужчины, а женщины воспитывать детей. То через 15 лет мы стали бы великой нацией. Великой. Просто. Каждый из вас вполне могли бы моим быть детьми. Моя дочка, она старшая, уже учительницей в школе работает. И вот я у двух девочек, которые меня встречали, спросил, а вы в какой институт собираетесь? Одна говорит, что я в таможенном дело, а другая вот по устройству туризма. В наше время таких даже не было институтов. И мне даже трудно это как-то представить. То есть вот небольшой срок прошел, у нас с вами 30 лет отличает, а уже совершенно другие институты, другие стремления. Но есть нечто важное, что сохраняет стержень народной жизни. Вот эта важнейшая часть. И вот один из этих стержней является семья. Потому что все-таки семья это то, где передаются вот эти самые традиции. К сожалению, мы это констатируем, этот факт, семья разрушается. Как таковая. И во многих государствах Европы, мы хоть и край Европы, но все-таки Европа. Почему? Потому что мы христианское государство. Даже если мы не веруем во Христа, все равно живем в христианской цивилизации. И все наши представления идут как раз из Евангелия. От этого нам никуда не деться. И вот во многих государствах, в Германии, в частности, во Франции, вот такая семейная жизнь, она практически сходит на нет. И люди боятся вступать в брак, и люди не хотят рожать детей, и так далее, и так далее, и так далее. И вообще все представления об этом меняются. Ну, нормальные люди, они всегда любят свою страну, свой народ. Немцы любят Германию, русские любят Россию, это обыкновенно. И, конечно, вот я умру, так, должен, по идее, раньше вас. И того, что с вами будет, с вашими детьми, я уже, наверное, не застану. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы вот страна, которую я люблю, она продолжала именно свой такой исторический путь, а не приходила к умиранию. Наша страна удивительна тем, что это была самая большая в мире по протяженности, по площади и во времени империя. Вот самая большая. Все остальные империи меньше по площади и меньше по времени сосуществовали. И более того, несмотря на то, что сейчас некоторые куски надломились так, пока на бумаге. Там вот Украина стала вроде бы отдельным государством, но это уже бывало. То отдельно, то опять вместе. Пока это только на бумаге. Вот на бумаге там подписали, но бумагу можно использовать по-разному. Вот. Может быть, опять все соединится, может быть, нет. Посмотрим. Но, тем не менее, еще достаточно огромное государство. Причем это государство, в нем довольно трудно жить. Потому что у нас климат очень суровый. Всякие будут катаклизмы. Каждому из нас нужно. Отапливать жилище. Понимаете, итальянцу столько денег не нужно тратить. На то, чтобы отапливать жилище. Нам никому в Европе не нужно столько одежды, сколько нам. У нас одежды в три раза больше, чем у любого европейца. Потом, ремонт дорог. У нас огромное пространство, связанное дорогами. И нужно нам постоянно ремонтировать, потому что лед разрывает дорожное полотно. Чего нету, допустим, во Франции. Там это все гораздо дешевле. Поэтому, чтобы нам жить, развиваться, быть, может, не великим государством, самым-самым, так сказать, ну, достаточно. То при такой территории, при таком климате, каждому из нас придется трудиться вдвое, втрое больше, чем итальянцы, французы, где виноград растет. У нас не растет виноград. Здесь холодно. И нужно отапливать и так далее. То есть нам в России все дается трудом. Ну, вот. И, как вот сказал однажды император Александр Третий, у России есть только два союзника. Это ее армия и ее флот. Вот так случилось, что у России реально друзей нет в этом мире. Отчего? Естественно. Вот такой вопрос задам. Представим себе, какой-то человек сильный, умный, знатный, красивый и богатый. Какие чувства он будет вызывать у соседей? О! Совершенно верно. В самую точку не задумываясь. Действительно. И вот такая империя с такой огромной армией, совершенно, так сказать, непобедимой. С таким пространством, с такими ресурсами. Причем в Европу обычно приезжали люди богатые. Русский человек никогда денег не считал. Платили, чаевые думали, ну Россия это вообще что-то такое страшно, богатое, катастрофическое. И зависть диктует определенный взгляд, и определенное мнение, и определенные, возникает комплекс неполноценности. Тем более многие империи, британская империя, французская империя, потеряли свои владения и за океаном, и в Африке. А Россия все есть и есть. И все вот эти народы, которые сами добровольно вошли в состав России, они оставались здесь. Конечно, это вызывало такое зависть, недоумение. И, к сожалению, зависть к ней всегда примешивается чувство недоброжелательности. И еще один момент. Запад в основном католический, а мы люди православные. Так исторически сложилось. Когда-то мы были вместе до 11 века, а потом разделились. И причем, что такое раскол? Раскол – это значит, что тот человек, который в расколе, если ты послушаешь, что он тебе говорит, там увидишь всякие такие слова. Весьма и весьма осуждающие. Поэтому, можете себе представить. Ведь душа народа – это его религия. Понимаете, вот все мы дети Адама. Но вы, наверное, понимаете, что человек, родившийся в Туркменистане, он другой, чем тот, который родился в Москве. Почему? Мусульманская страна – совсем другие обычаи. Все другое. Но и формирует вот это – религия. И Запад формирует католичество. И отношение к православию именно католическое. Поэтому отношение к России еще и такое, что такое непонятное, экзотическое, странное, непредсказуемое. Но действительно непонятно, потому что там сформировалось в результате католицизма, потом протестантизм, совсем другая психология. И вот сейчас в чем трудность нашей жизни? Вот те люди, которые занимаются тем, чтобы как-то Россию направить в руслом такого общеевропейского развития, они наталкиваются на то, что здесь ничего не получается. Потому что Россия совсем другая страна, и совсем другие люди, и совсем другая психология. Вот в этом трудности. И все, что у нас идет с Запада, к сожалению, либо, как в лице, вот я смотрю на этот блистательный ряд Пушкина, не вижу, а вот Пушкин Александр Сергеевич. Вот они сумели, вот, в ключе западноевропейской культуры создать русский мир. Они это переварили, и возникли блестящие результаты. А вот мы теперь с этой скоростью как-то не успеваем. А западным путем нам идти очень трудно. И вот из-за этого всякие и катаклизмы, которые вот в частном виде имеют такое негативное отражение. Ну, теперь вернемся к самой главной теме. Кто-нибудь из вас, конечно, Библию из вас никто не мог прочесть, это очень тяжелый труд. Ну, хотя бы первые две-три главы. Да. Ну, помните о том, как Господь создал человека. Ну, вот. Это есть такой рассказ, в котором в символической форме изложено откровение Божие. То есть мы не можем сказать, как это было с точки зрения научной, как исторической. Но с точки зрения духовной, там вот все совершенно понятно. Из этого текста ясно нам, что, во-первых, человек создан для брака. Что, почему вот, например, кто-нибудь из вас задумался над таким вопросом, вот почему существуют мужчины и женщины? И вообще зачем это? Не лучше ли бы, чтобы человек умножался клонированием? Представляете, не было бы зависти. Все были бы люди совершенно одинаковые. Да, но понимаете, человек, имеющий красивый нос, он его задирает. Человек, имеющий, вообще большинство людей недовольны своим носом. Но если кто недоволен своим носом, он начинает завидовать. И иногда идет к доктору и говорит, сделает мне пластическую операцию. Хотя бы этого бы уже не было. Вот почему Бог создал. И причем не только у людей, у всех творений, за исключением простейших. Вот инфузории они делятся. Хотя живое существо. А вот у нас мужчина, женщина и дитя. Не задумывались. А на самом деле об этом есть глубокая причина. И сказано вот в том рассказе, это подчеркивается. Потому что человек создан по образу и подобию Божьему. А Бог есть троица. И человек троица. Мужчина – это одно существо. Женщина – другое существо. Дитя – третье существо. Вы понимаете, что ребенок – это не мужчина и не женщина. Это совершенно другая психология. Вот мы в педоинституте проходили. Возрастная физиология, психология – это совершенно там другие закономерности. И свои циклы существуют. Они достаточно изучены. И кто этого не знает об этих циклах, он начинает лупить там трехлетнего ребенка, потому что он не слушается. А это просто глупо. Подожди там восемь месяцев или полтора года, и все пройдет. У него такой период определенного психического развития, который нельзя ремнем как-то изламывать. Вот и все. Просто возьми учебничек, почитай и поймешь. Вот. И вот в чем дело. Человек ведь создан Богом. Может быть, вы слышали о том, что Бог есть любовь. И любить можно только объект для тебя некоторым смыслом внешний. Потому что любовь к себе – это не любовь, а себя-любие или эгоизм и в крайней форме эгоцентризм. Вот. И семья существует для реализации вот этого. Семья существует как школа любви. Поэтому, если семья полностью будет разрушена на земле, то и есть возможность, что любовь полностью исчезнет. Если исчезнет любовь среди людей, то закончится и жизнь. Почему? Потому что будет злоба и ненависть. И люди сами себя уничтожат. Вот, может быть, вы слышали такое выражение «взявший меч от меча и погибнет», например. Или, например, «сколько веревочки не виться, конец ей будет». Вот и так далее, и так далее. Это есть, вот, первое – это есть и священописание, а второе – это народная мудрость. Но священописание тоже вошло в народную мудрость. И поэтому для сохранения жизни и для сохранения вообще человеческого рода любовь просто необходима. Есть в Писании очень такие слова, даже страшные. Господь говорит, когда приду второй раз, найду ли веру на земле? А потом сказал, что по причине беззаконий во многих охладеет любовь. И на самом деле только любовь есть движущая сила. Вообще, какого-то созидания. Но, правда, любовь к земле – она дает хороший урожай. Любовь к животным – она дает хорошее плодовитое потомство. Любовь вот к детям – она дает хорошего педагога. Понимаете, вот педагог может быть очень умный, очень толковый и знать все методики. Но если у него нет любви к детям, ничего не выйдет. Никакой педагогики. И мама – она может прекрасно играть на фортепиано и владеть 14 языками. Но если она своих детей не любит, она мать плохая. А мать самая простая и не ученая, но если она любит деток, она их воспитает лучше. Почему? Она воспитает их в любви. Потому что любовь, она сохранит душу этого ребенка и подскажет матери, как поступить в данный момент. Вот в чем дело. Поэтому то, что современный мир называют любовью, с точки зрения божественной, это есть блуд. Любовь – это есть гораздо, то есть даже несравнимо, высшая сфера. И вот семейная жизнь – это есть такая некая гарантия нашего спасения вообще, ну, выживаемости вообще и человеческого рода, и нашей страны, и нас с вами в целом. Понимаете? Поэтому очень важно некоторые вещи, которые существуют там, как-то осознать и понять, и удержаться в них. Потому что вы люди молодые, живете в первый раз, и соблазн для вас очень велик. Мы это уже все прошли и знаем, что бывает. Поэтому моя роль не то, что вот прийти, вам какие-то нотации читать, не забей Бог. Просто как-то рассказать кое-чем. Может быть, вам это в жизни пригодится и поможет кое-что удержаться. И вы об этом никогда не пожалеете. Ну, просто мне вас всех жалко. Вот я вчера был в больнице в 11-й, посещал одного парня, 18 лет, наркоман. Понимаете? Вот. У него есть возможность выкарабкаться, потому что он только 2 месяца принимает героин. Если бы это было хотя бы полгода и год, все это уже покойник. А тут есть. И он сейчас вот, его пытаются спасать. Вот. Понимаете? И жалко. Мать убила 18-летное воспитание, он учится в институте в хорошем. И вот такая вот гибель на глазах. Представляете? Но гибель бывает не только от наркомании, не только от преступности, а бывает и от распада семейной жизни. И вот о семейной жизни вот что нужно рассказать. Это я прям очень кратко. Для того, чтобы вы это запомнили как-то так вот даже тезисно. Вот первое мы коснулись. Бог есть троица. И человек создан по образу и подобию. Почему это так? Для того, чтобы человек учился любви. Когда вы будете вступать в брак, и вы будете думать, что я люблю вот этого мальчика или эту девушку. Вот. А может быть супруг будет и более старше, такой взрослый мужчина. Вот. Но на самом деле это еще не любовь, а только влюбленность. То есть, ну, нравится, может. Или нравится в высшей степени. Любовь – это вот что. С точки зрения самого Бога. Любовь – это не я придумал, это из Священного Писания. Любовь – это не мое чувство к данному человеку. Вот я на вас, на всех смотрю, и у меня к вам ко всем есть чувство любви. Но это не любовь. Это есть только зачаток. Вот как бы семечко. Это еще не цветок и не плод. Это только вот... Это чувство, это как бы только начало. А что такое любовь? Любовь – это вот что. Так, в высшей степени. Сразу берем в высшую. Вот, например, кто-то из вас тяжело болен. Вот. И спасти может только операцию, допустим, по пересадке костного мозга. Или, допустим, почку. А я эту почку даю. Вот, на, вот этот человек, я ему ее даю. Сам будет без почки, а у него будет. Или я рискую остаться инвалидом, но даю ему свое костное мозг. Вот это любовь. А есть еще выше. Это вот я вижу, кого-то бьют, и я вступаюсь, и убивают меня в этой драки. То есть я, для того, чтобы его спасти, его не били, я даже жизнь свою отдаю. Вот, именно, вот человек, вот посторонний мне. Он мне не мать, не внук. А вот, вот это есть высшее проявление любви. Понятно, что это совсем другое, чем то, что мы испытываем к тому, кто мне нравится. Но, брак существует для чего? Чтобы вот из этого семени вырастить вот то, вот ту готовность. Готовность идти на войну не из-под палки, а именно вот защищая свою жену, своих детей и, так сказать, соседей своих. Понимаете, вот какая в браке ставится высшая задача. Все остальное второстепенно, с точки зрения Бога. Почему? Ну, все сейчас говорят, вот главное здоровье. Ну, хорошо, главное здоровье, но все, все умрем. Поэтому здоровье не может быть главным, это временно. Вот, то, что временно, никогда не может главным быть. И так же и с учебой. Вот человек начинает учиться, интересуется какой-то наукой, поступает в ВУЗ, идет дальше, 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 дальше. Опять, цель какая? Узнать истину или цель получить деньги? Хорошо, если получил деньги, то получил, и что дальше? Ты работаешь, постоянно работаешь, получаешь больше денег. Хорошо, больше, больше, больше. Тут же отличишь свою семью. Хорошо. Все свои потребности выполняют. Вообще все деньги заработал. Нет. И что дальше? А когда мало денег? Да не бывает много денег, всегда мало. Сколько бы их меньше? Хочется еще, еще. Между прочим, на свете был такой человек, который, представьте себе, он был самый богатый и самый умный в мире. Это был такой царь Соломон. И когда он этого все достиг, он сказал, все это суета. Самое большое количество самоубийств. Знаете где, в каких странах? Швейцария и Швеция. Очень большой уровень жизни. Скучно. Приехали к нам. Приехали к нам, и холодно, и страшно, и работы нет, и постоянные колебания. Страшно человеку съехаться определенного уровня на низший. Вот. Скучно. Вот в жизни... Это все, это для нас, а для них нет. Для них это трагедия. Вот в чем дело. Поэтому вот то, оказывается, к чему стремить, вот все потребности, это путь к самоубийству. Вот он, результат статистический. Материальный достаток, полный, вот не просто хороший, а полный, он приводит, оказывается, к разрушению души. Парадокс. Вы знаете почему? Потому что человек, существо духовное, он никогда не насытится материальным. И вот поэтому дьявол и ловит его. Манит материальным, вот тебе, телесное удовольствие, вот тебе деньги. Вот, а в результате, в чем приходится расплачиваться? Пустотой души. Но они, в ходу, вы тоже не можете жить без денег, без потребностей, без каких-то... Не можно. Ему нужны деньги. Можно, но все дело в приоритетах. Ну, не запрямую, чем с ним. Да. Без воздержания невозможно. Вот, без воздержания. Никак. Вот если человек направлен только на приобретение и потребление, то человек роет себе могилу. Поэтому нужно обязательно уметь сдерживаться, обязательно уметь доволиться тем, что есть у тебя сейчас. И всегда стремление духовное ставить во главу угла. Вот это выбирать. Вот что важнее? Ну, я уже мое назвать. Хочешь, чтобы все было? Хочешь, или канал съездить, там, купить тебе машину? Можно поставить себе цель посетить все страны. Ну, хорошо, посетил. А можно. Вот мой отец, например, никогда в жизни в Петербурге не был и умер. И ничего, прожил прекрасную жизнь. Поэтому, если есть возможность, замечательно, но эту возможность нельзя ставить целью жизни, потому что это ничего не даст. Гораздо приятнее осознать, что есть некая такая страна, в которой бы неплохо быть, но вот у меня не получится хоть какая-то некая мечта. То, что временно, никогда не может главным быть. А вот мое духовное состояние, о том, как я умер, либо меня повесили из-за моих преступлений, либо я пулю в голову получил, потому что я занимался бизнесом, либо там просто я по пьяному делу полез в реку и утонул. Либо я вот вчера милиционера застрелили за то, что он преступника хотел остановить вооруженную пистолету. Совсем разная смерть. Результат один. И тот человек умер, и тот. Но этот-то на преступника пошел, его убили, а этот выпил, и у него там сердце остановилось в реке в холодном. Разница велика. Велика. Почему? Потому что, ну, вы знаете, что душа бессмертна, да? Ну, вот. Поэтому мы здесь живем небольшой период времени, а все остальное будет там. И наша жизнь здесь такая же подготовка к вечности, как внутриутробное развитие, подготовка к рождению ребенка и начало жизни земной. Так что цель брака – это есть любовь. Чтобы ее выращивать вот в таком плане. Чем, знаете, отличается человек от животного? Разумом. Еще чем? Речь. Труд. Ну, труд, животное тоже трудится. Да, душа у человека другая, правильно. Человек может производить. Это мы сказали, да. Человек может производить. Ну, животное тоже немножко могут производить. Строят дома себе. Насекомые даже, вот, термитники строят огромные. А? Да, да, да. Ну, многие, так сказать, устраиваются. Так, примитивно. Вот у меня на даче ежик, он там такое гнездо себе вьет, сверит. Ну, вот, еще есть принципиальное отличие. Просто сама наша тема, она подсказывает ответ. Да, брак. Что нет животных? У животных нет брака. Мать, кошка, выращивая своего котенка, она перестает воспринимать как своего ребенка. Человек всегда знает, кто его семья. Ну, за исключением, может, сирота. Но сирота, это же аномалия. Вот в чем дело. У человека есть брак. Это есть фундаментальнейшее отличие. Поэтому, если человек теряет брачную жизнь, или ведет ее не как человек, а как животное, он сразу становится на низшую ступень развития. И это отражается на всем. Вот, представьте себе. Вы какой-то очень крупный начальник. И вам нужно какому-то самому подчиненному дать очень важное ответственное задание. И у вас есть два человека, кандидатура, которые по внешним параметрам одинаковые. Ну, про одно вы знаете, что он изменяет своей жене. А про другого вы знаете, что он хороший семья. Какого вы выберете? Понятно. Почему? Человек не надежный. Надежный. Совершенно верно. Если человек изменяет своей жене, то что с него можно взять, если возникнет какая-то критическая ситуация? Человек, изменяющий своей жене, он уже гнилой. Почему? Какая жена. В семье такая установка, что он просто вынужден это делать. А почему? А почему он не может быть виноват? Я совершенно не знаю. Ву-ву-ву-ву, хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Тем не менее, какая бы обстановка ни была в семье, и какая бы ни была плохая жена, и как бы мы, мы согласны, что он не очень удачно женился, как этот. Тем не менее, мы выбираем того, кто не изменяет. Почему? Потому что само слово «измена». Если человек переступает что-то в своей душе, то он уже как бы вот в сторону измены дорожку протоптал. Вот, опять же, два человека принимаем на работу. Один трезвенник, а другой, мы знаем, пил, но завязал. Кого возьмем? Трезвенник. Понятно. Почему? Завязал, да, молодец, но риск есть. А здесь риска меньше. И трезвенник тоже может начать пить, но все-таки меньше. Вот в чем дело. Но вот этот критерий, ведь он же какой? Не технический, он нравственный. Понимаете? Вот это очень важно. Вот теперь по поводу измен. Вот, допустим, когда вот женился неудачно. Отлично. А вот, допустим, так вот. Родилось двое детей, мальчик и девочка. Девочка удачная, а мальчик неудачный. Например, у мальчика на левой ножке сросшиеся пальчики. Или, например, он глухой. И что? Некоторые мамы, ну, согласен с папой, оставляют таких детей в роддоме. И тогда их покупают сейчас, слава Богу, американцы, шведы. Неудачный ребенок. А бывает и так. Например, до 11 лет мальчик был хорош, а потом стал непослушным. И что теперь с ним? Разводиться? Да, нам сразу смешно, да? А если неудачная жена, значит, разводиться можно? Ну, почему? С женой можно, а с ребенком нельзя. А если неудачная? Что-то, вы знаете, как-то и учится, что-то плоховато на четверке. Может, его в детдом сдать? А жена не твоя? Жена. Это же не здоровый человек. Вот, вот вы и попались. А на самом деле, должно быть совсем не так. Это великое чудо, что родившиеся в разных семьях, иногда в разных государствах, иногда даже разных рас люди, там, черный, белый, желтый, вдруг соединяются в браке. И как на это Бог смотрит? С точки зрения церкви, отец-мать – это родственники второй степени. А муж и жена – это не родственники. Это вообще одно целое. Оставить жену или оставить мужа – это разрубить себя пополам. Поэтому раньше говорили – это моя вторая половина. Часто? Ну, реже. Вот, но раньше еще было вот что. Если я кого-то приглашаю в гости, не приглашая его жены, то он либо не шел, либо вызывал меня на дуэль, либо прекращал со мной всякое общение. Почему? Потому что он оскорбил мою жизнь. Понимаете? Кстати, а сейчас такого нет. Может быть, это и правильно. Но на самом деле в том, что было, заложена очень правильная мысль. Потому что сейчас мы больше удалились от Бога, чем тогда. Потому что муж и жена для другого – это продолжение меня самого. Конечно, это не сразу. Вот мы только соединяем и начинаем вот это все выращивать, укреплять. И раньше вот семье служило все. И родственники. Например, жена не могла, допустим, мужа бросить и приехать к маме опять. Съех никто не взял. Тебя выдали – ты там живи. Если хочешь – пойди в лес и гуляй. Вот. Никто бы это не понял. Вот. А и государство. Бывали разводы. Примерно в 19 веке один на 100 тысяч человек. На 100 тысяч семей. Сейчас из трех браков два развода. Понимаете? Это о чем говорит? Не о том, что люди перестали стремиться к семье. Всякий психически нормальный человек и мужчина, и женщина, они к этому стремятся. Почему? Ну, мы так созданы Богом. Но люди стали бояться вот этого подвига, который требует семейной жизни. Бояться приложить труд. Бояться чем-то пожертвовать. Вот все конфликты супругов из чего? Из того, что они считаются, кто что должен. И вот это превращается в то, что ту маленькую еще любовь, которая возникла, они сами ее убивают. А надо ее выращивать. Вот в этом-то вся и проблема. Все говорят, кризис, кризис, кризис. Я... Тут был праздник, вера, надежда, любовь. Я был на одних именинах. Вот там тоже разговор о кризисе. Сидим, значит, на столе стоим. Армянский коньяк, шампанское, икра черная, красная. Значит, бананы, гранаты. Там салаты, мясные, рыбные. Вот. И вот люди сидят и обсуждают кризис. Да, а вот я, когда учился в школе, моя мама не имела возможности дать мне 15 копеек на завтрак. Поэтому, от учительства истории, одна же подошла ко мне с братом, потому что мы пришли в буфет школьный, хлеб стоял на столах, черный. Мы взяли по куску черного хлеба, намазали горчицей и сели, стали есть. И она говорит, а что у вас нету пирожок? У нас еще были пирожки с капустой, с повидлом и кофе. Ну, условный кофе с молоком. Вот. Нет. И вот с тех пор нам давали такие талоны бесплатные. То есть, ты даешь такой талон, и тебе дают кофе и два пирожка. Вот мы так вот жили. И тогда никто не говорил о кризисе. Понимаете? Вот. И было за весь период моего детства, с 7 лет по 10 класс, у меня было два пальто. Вот. Одно, значит, особенно, первое. Вот. Оно было куплено сразу таким образом, что рукава были вот такие. И они подвернулись внутрь. А потом каждый год оттуда выпускалось. Понимаете? Это все вручную подшивалось. Таким образом, я его, это пальто носил. А потом его, это пальто носил мой младший брат. Вот. И о кризисе речи не шло. То есть, этот кризис, на самом деле, он вот здесь. Понимаете? Вот человеку некоторое внушается понятие. И он вот сидит, ест черную икру и думает вот о том, какая тяжелая жизнь и какое страшное время. Ну, этот страх, он на самом деле и время, вся его тяжесть, она вот только здесь. Поэтому, если у вас будет настроена семейная жизнь, как на маленький, естественный, вполне понятный подвиг, что в обычный брак, как люди вступают, я хочу быть счастливой. Это вообще-то... Чтобы быть счастливым, в браке нужно 20 лет трудиться. Могу вам заранее сказать, чтобы выстроить свою семейную жизнь и вот воспитать таких детей, которые бы вас радовали. Вот. У меня, по милости Божьей, семейная жизнь счастливая. Вот. Я могу этим опытом поделиться. Правда, у меня не 20 лет уже, а скоро 30. Вот. Но, как это все, так сказать, происходило. И очень было много трудностей, и тем не менее. Но это не только удалось сохранить, но и даже принесло плоды. Почему? Ну, мы как-то дочкой довольны. Вот. Часто родители бывают недовольны детьми и страдают от них. Вот. К нам в фрам постоянно люди приходят и жалуются, и просят, помогите нам, что нам делать с детьми. Вот. А у нас такого как-то нет. И это тоже радует. Человек, который не вкушал семейной жизни и не знает этого строительства. Вот я помню, еще лет 10 назад была полемика в литературной газете о одной женщине, которая была доктор наук, но не создала себе семью. И другой многодетной матери. Вот. Та говорила, что вот, я объездила весь мир. Я там прочла столько книг. Вот у меня автомобиль. И там та-та-та. А та и отвечает. А ты знаешь, как пахнет шейка у младенца между ушком и плечиком. И все. Вот этого не купить ни за какие денежки. Вот как она... А то есть она ее сразила таким аргументом, что... И вот любая мать, она это поймет. Потому что любая мать... Ну, что ты выбираешь? Вот ребеночка или там Швейцарию? Понятно. Почему? А потому что это глубже, богаче, интереснее. Счастье для родителей тоже и в детях. Не только в мужа, в жене. Но и в детях. Но вот это надо строить. Очень много знаю одиноких людей. Очень много. Которые остались ни с чем. Даже не с детьми. Потому что одной женщине воспитать ребенка, это практически невозможно. Практически невозможно. По статистике, которая опубликована в этом году, среди учащихся элитных вузов Москвы только 5-7% детей из неполных семей. Оказывается, чтобы нормально, даже интеллектуально развиваться, нужна нормальная семья. Вот видите, как полноценно. Очень это трудно. Есть количество таких упорных юношей и девушек, но обычно не достигая. Потому что мать не может обеспечить вот этот духовный и даже материальный комфорт. Не то, что могли нанять хороших репетиторов, тогда понятно, что в вуз попал. А даже из простых семей, бедных, из периферии. Вот моя дочка университет кончила. У них там половина группы не москвичей. А из Красноярска там, ну, у всех, как говорится, папа-мама есть. Здесь были у них умные ребята в группе. Одновременно и химфак кончили, и филологический. То есть два факультета подряд. И там по восемь языков все выучены за пять лет. Вот, а это все дает комфорт. Потому что маленький ребенок, он в стрессовой ситуации неполной семейной жизни находится, когда у него энергия души уходит на это преодоление. Ему уж как бы не до математики. Должен быть душевный комфорт, любовь. Папа и мама. И он в этой вот тепличной атмосфере растет. А потом, любовь это дает родителям, когда они состарятся. А людях, которые потратили свою жизнь на удовольствие, они говорят, что человек истасканный. Ну, попил в свое удовольствие. Ну, посмотри, в кого ты превратился. Ну, поел в свое удовольствие. Смотри, кем ты стал. Ну, поблудил в свое удовольствие. Ну, и смотри, и сколько радости ты людям принес. От этого. Холк говорит, а у меня, говорит, в каждом городе дети. Хорошо. А что ж в этом хорошего? Сколько что несчастных сделал парней, там, девочек. Ну, что хорошего? Ничего хорошего в этом нет. Если люди перестали делать аборты, перестали разводиться, и все ли стали работать мужчины, а женщины воспитывать детей, то через 15 лет мы стали бы великой нацией. Великой. Просто. Это совершенно очевидно. Понимаете, что нам этому вредит? Совершенно очевидно, что мы видим. Там зло, там, и так далее. Известно совершенно статистически, что вот с ростом порнографии, ну, тиражей, фильмов, растут количество преступлений. Каких тоже ясно. Детей-сирот. Это уже на других странах все отлажено. И еще один аспект брака. Вот мы сейчас коснулись детей. Сейчас вот внушается мысль всем, что дети – это зло. Поэтому нужно одного родить, как бы, чтобы не скучно было. Ну, и как, чтобы брак был полный. Надо и это попробовать, и это попробовать. Ну, а от всех остальных всякими путями надо избавляться. Либо до того, как они родились, либо вообще препятствовать тому, чтобы они зачились. А что это происходит? Ну, надо жить для себя. Ребенок займет вашу площадь. Он вас объест. Уже не купишь столько портуфель. Ну, понятно. И люди, для того, чтобы поддаваясь вот этим внушениям, они действительно так и начинают жить. Ну, а потом, результатом этого бывает, конечно, расплата. Потому что, ну, как вы думаете, вот у нашего народа очень так развитое чувство справедливости. Поэтому наши люди, вот русские, они не понимают, почему нужно отменять смертную казнь. Если человек убил 8 человек, надо его тогда убить. Это было справедливо. Если мама делает аборт по справедливости, что с ней надо сделать? Естественно, ее надо убить. Раз она убила своего ребенка, так и ее надо. За это никогда не убивали. Раньше за это ссылали на каторгу. Как за убийство. У нас в России даже были периоды, когда смерть опять была отменена. А сейчас, пожалуйста, даже бесплатно. А делается это из-за мой тоже счет. Почему? Потому что я получаю зарплату, а плачу из нее налоги. Из-за этих налогов плачут врачам, которые убивают детей. Я ничего не могу с этим сделать. То есть мои деньги, которые я заработал, они тоже участвуют в убийстве этих детей. Вот все говорят, права человека, да? Но есть у человека, если он зачался, право на жизнь. Вот есть даже фильм, который снят одним американским доктором в ультразвуке. Как ребенок, то есть аборт снят на кинопленке. А вот много иметь детей, это трудно. Вот у меня два брата, у одного трое детей, а у другого восемь. И тот, у кого трое, тоже трудно ему жить, но гораздо легче, чем тот, у кого восемь. И это естественно. Но нельзя сказать, что один более счастлив, другой меньше. Да, тот и тесней живет, и так далее. И автомобиль у нее в более развальном состоянии. Ну и так далее. Но, тем не менее, мы все втроем там матери помогаем жить. Поэтому, если человек готовится к подвигу, вот у него такая в голове установка, то он в этом направлении движется. Если он готовится к тому, чтобы в браке быть счастливым, то у него совершенно другая остановка. Вот давайте теперь поговорим о предохранении. Представьте себе, допустим, я люблю, допустим, очень копченую рыбу. Я съел, что он раз копченую рыбу. А еще хочу. А больше не могу. Я делаю два пальчика, а с обожаем жилоба, и продолжаю видеть. Потом, когда я нашел, я делал тоже самое. И так, смотрите. В немец, у нас это не клиент. Но в трезвый крест, то целое направление. Называется это бурма. Они этим занимаются. Жизнь создана для удовольствия. Одно из главных удовольствий – это еда. Ведь что для людей обычно в праздник? Собрали, сели за стол, выпили, закусили. Не, ну общаться – это второстепенно. Главное все-таки еда. Вы еще молодые, для вас еще еда не такое значение. А будь постарше – вот увидите. И так далее. Так вот. Но человек, который извергает пищу назад, он чем занимается? Извращение. Не так. Почему? Потому что пищевод желудок служит для чего? Для того, чтобы пищу туда подтолкнуть и переварить. Взять из нее соки, превратить это в кровь, а лишнее выбрасывается. Правда. Если человек выбрасывает через рот, это же извращение. Так же и противозачащие средства – это же извращение. Не будешь постоянно выражать? Постоянно и не сможешь. Если через каждые месяцы выражать детей? Ничего не выйдет. Если человек не будет использовать противозачащих средств, то вот у нас три брата. У одного у меня одна дочь, у среднего трое, у младшего восемь. Среди московских священников у двоих только 12 детей. Следующий – у него девять. Мало у кого пять, а у большинства – два, три. У некоторых одна. Есть даже такие пары, у которых ни одного. Потому что каждые девять месяцев ничего не выйдет. Я ведь узнаваю. Поэтому просто такая статистика. Раньше, в 19 веке, когда началась статистика, средняя русская семья имела 5-7 детей. Средняя. Отдельные бывали случаи даже до 20. Многие имели 2-3. Много заболеваний. А? Ведь, ну, у меня, когда, они не только как противозачащие, но у них еще какая заболевания, это там сифилис, там, ну, разные заболевания, там, СПИД. Понимаете, если вы не... если вы живете в браке, для вас не СПИД, не СПИД, не представляет никакой опасности. Это для людей, потерявших человеческий облик и живущих жизнью животных. Я надеюсь, что вы все это на этот путь не сползете. Поэтому сегодня один, завтра другой. Конечно, на СПИД норвежцы. Гражданским браком называется брак незарегистрированным. Вот мы сейчас строим, как нам говорят, правовое государство. С точки зрения правового государства, гражданский брак не является браком. Вообще. если брак не зарегистрирован и не венчан в церкви, то это вообще просто, ну, юридично называется сожительством, а по церковному это блуд. Потому что человек, достигший определенного возраста, у него, чисто даже, так сказать, биологически, у него есть стремление вступить в брак. Если у человека какое-то стремление больше, чем это, например, наука, он занимается наукой, становится, там, синим чулком, но это выше. Или, допустим, хочет молиться, идет в монастырь, и вообще об этом не думает. Это семейная жизнь. То есть у него это доминанта больше. Что такое гражданский брак? Это люди хотят от брака получить все его такие удовольствия, не неся никакой ответственности. Ни перед Богом, ни перед людьми, ни перед законом. Был у меня такой случай, когда еще ксерокопировать было запрещено, а духовной литературы никакой не было. У меня был друг такой, Боря, и он на своем предприятии, у них там была маленькая типография, он мне делал ксерокса отдельных книг. И я к ним приходил, мы так дружили, это было много лет назад, еще при советской власти. Вот. И однажды я прихожу, где Боря? А его жена, говорит, как ты не знаешь, и плачет. И я говорю, а что случилось? Он говорит, он умер. Я говорю, как? А вот так вот, здесь пришел на работу и умер. Я говорю, давно это было? Говорит, это уж месяца три. Ну, я говорю, а ты как? Ну, а что я? Я теперь живу у подруги. Я говорю, а в чем дело? Ну, меня же из квартир-то выкинули. А как? А квартира не моя. А как же? А я же там была не прописана. А как же так? А мы же были не зарегистрированы. Они прожили 20 лет. И все. И она осталась на счет. Каждому, кто к нам в храм приходит и говорит, вот, а штамп в паспорте играет какую-то роль? Я говорю, у тебя паспорт с собой? Мы можем проверить. Если с собой, я говорю, давай, листаю, нахожу страничку, где написана московская страница, в московской прописке. И начинаю ее вырывать. Эй, стой! Я говорю, какая разница штамп в паспорте? Прописан ты в Москве, в Токио. Как разница? Сейчас вырву. О, нет, не надо. Ага. Московская прописка играет роль штампа в паспорте. А ответственность за живого человека, которого ты любишь, вроде бы, это, значит, пустое дело. Извините, здесь какая-то демагогия. Совершенно верно. Да, брак, это не штамп в паспорте. Но штамп в паспорте, это есть свидетельство двух людей перед всем народом, что мы муж и жена. Я не какая-то развратная особа, это мой муж. Если вы не верите, вот бумага. Это мое жилье. Если вы не верите, вот бумага. Вот я здесь прописан. Это очень важно. Если штамп не играет роли, разорвем паспорт, разорвем пенсионное удостоверение, разорвем проездной билет, наконец. Какая разница? У меня есть проездной билет, я его разорвал, я его купил, пропустите меня в метро. Нет, покажи бумагу. Вот и все. Поэтому как мы можем относиться? Вот как к демологии, как к попытке обмануть окружающих, саму себя. Но Бог не обманешь. Поэтому человек, вступивший в такой гражданский брак, он несет всю ответственность за свой поступок. Понимаете, это грех. Еще есть вопрос? Брак в расчетах. А? Брак в расчетах. Смотря какой расчет. Денежный. Денежный. Да. Хорошо. Если присутствует исключительно денежный вопрос, только в браке, то, конечно, для цели брака это есть очень такое, ну, как бы, недостаточное явление. То, что мы помним, с вами, мы говорили, цель брака все-таки есть любовь. Если есть любовь к деньгам, то из этого не вырастет любовь между супругами. вырастет в хороший бизнес, соединение двух кланов, там, и прочее, и прочее. Даже для государства, может быть. Вот раньше, ради пользы государства отдавали дочь, там, за такого-то государя, за внука такого-то государя, и так далее. Польза государства. Но он не всегда возникал. То есть люди, живущие монархической жизнью, они приносили себя в жертву своему народу пользу своего государства. Я считал правильно? Тогда считалось правильно. А с точки зрения церкви считать правильно? С точки зрения церкви это, конечно, неправильно. Но это понимание любви к народу? Да, но брак имеет цель любовь между собой. И, кстати, бывали удачные случаи, ведь это тоже зависит от воспитания. Вот, дело в том, что раньше часто бывало так, что муж впервые видел свою невесту, только когда уже привозили в церковь венчаться. Понимаете, человек этого события ждал. И, конечно, уже начинал вот, ну, все его существо, вся душа, ну, и тело тоже, начало трепетать. И, конечно, вот с этого минуты, как бы с этой секунды начиналась эта любовь. И вырастала. И такие случаи бывали. Такой благополучие. Вот, но если только деньги, это, конечно, слишком убого. Опять же, почему? Потому что брак имеет свое разрешение в вечность. Вот, даже со смертью одного из супругов брак, он как бы продолжается. жена не выходит замуж, ходит на могилу, молится о нем, общение продолжается, не телесное, но духовное. Понимаете, а когда деньги, это чисто временное явление. Можно и разориться. Поэтому ради денег, когда деньги ставятся выше, чем любовь, это, конечно, неправильно. Потому что сам Бог сказал, нельзя служить одновременно двум господам, Богу и мамони, то есть деньгам. Бог есть любовь, поэтому тут всегда. И вот очень часто соображение выгоды тоже. Вот, допустим, муж не способен много зарабатывать, а жена его пилит, пилит, пилит 20 лет, пока он не сбежит. Вот, и она, вот я часто таким женам тоже в церковь приходят, говорю, ну, хорошо, вот ты говоришь, он мало зарабатывает, а если он сейчас от тебя уйдет и будет платить только алименты, это тебе будет лучше так. Вот ты при твоих возможностях, возрасте и красоте сможешь второй раз по выгоде выйти? Да нет, вряд ли я это не хочу. Хорошо, вот ты его пилишь, но вот он сейчас сбежит и будет алименты платить, не будет скрываться, этим твой семейный бюджет лучше станет? Нет, я говорю, ну, зачем ты тогда это делаешь? Уж потерпи, что есть. Ну, на всех невест, богатых, женихов не хватит. Совершенно очевидно. Нужно иметь довольствоваться тем, что есть. Понимаете? Все же не могут жить в Швейцарии, там всего 8 миллионов человек. Кто-то и в России живет, в Сибири. Люди живут в Сибири, куда раньше ссылали. Вы представляете? Живут и радуются. Вот, поэтому по поводу денег. Но расчет бывает и другой, не денежный. Расчет бывает разумный. Вот, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, невест у нас десять. Какую бы я выбрал? Может быть. Я уже настолько стар, что могу любую выбирать. Но, тем не менее, есть критерии. Совершенно. какая будет мне хорошая жена? Интересно. Да. Вот, интересно. Без всякого еще личного знакомства. Возьму анкеты. Всякие. Семейную, медицинскую. Посмотрю, как учится. в какой институт ходит, хочет. Посмотрю, как общается с мамой. Посмотрю, семья многодетная или она одна в доме. Если одна в доме, то ясно, что набалованы, посуду не моют. Эгоистка. Не обязательно эгоистка. Потому что у нас все-таки, особенно женская часть нашего народа, люди добрые. Вот какие-то такие злюки, эгоистки, это все-таки так редко. Но набалованы есть. А потом они с ней мучатся. И вот потом, еще очень целомудрие. Если женщина молодая разрушила свою девственность, то это уже будет ущерб для моих будущих детей. Это абсолютно научный факт. Почему? Вот извините, может, за такое сравнение, но, может быть, вы не знаете, я вам скажу. Вот, допустим, у меня породистая собака женского пола. Породистая, с отличной родословной. И вдруг я у нее держал ее с поводка, и она где-то случилась с собачкой другой породы. Все. После этого ее из списков клуба вычеркивают, она выбраковывается у никогда не будет потомства чистой породы. Поэтому это не только уже изъян и говорит о том, что человек к браку относится легкомысленно, чисто с духовной точки зрения, но и чисто физиологически. внушают. Мало кто до брака? Мало кто ходит замуж в детстве, в основном это основной процент до... ничего подобного. Пока еще слава Богу процент еще очень великий. Если уж совсем прекратится, то это будет вырождение нам. Это они внушают. А зачем? Программа полового воспитания, которая внедряется в нашу школу, сейчас отбили первую атаку, но они теперь нашли термин такой валиология и с этой стороны хотят внедрить. Эти программы опробованы в США допустим полностью. И США теперь в этом году потратила 75 миллионов долларов на программы по воспитанию целомудрия. То есть идут назад. Мы же стараемся повторить то, к чему они пришли. За прошлый год количество беременностей среди школьниц в Америке в 10 раз больше, чем в России. Благодаря этим программам, которые, казалось бы, учат контрацепции и так далее. А что такое беременность? Это провокация аборта. В Америке доведено до совершенства вот это образование половое. И что результат? Результат отрицательный. Вот спрашивают, почему это внедряется? Потому что за этим стоят фирмы, выпускающие вот эти все препараты. Им нужны рынки сбыта. Здесь огромная страна. Чем больше людей с 5 лет с 3 будут в блуд впадать и пользоваться этими вещами, тем скорее это будет. Вот и все. Идет демагогия, так же и с этими журналами. Печатают статистику, человек говорит, о, ну все так. Раз все, так и я. Это уже будет изъян для потомства. Поэтому раньше, в древности, когда эти люди понимали, очень строго за этим следили. Очень строго. Конечно, измены бывали всегда, но не в таком количестве, как сейчас, конечно. Но тем не менее. Это тоже очень важно. И это все будет. Вот, например, по канонам церкви, человек, который женился не на девственности, он не может стать священником. Если у священника ему изменила жена один раз, он должен с ней расстаться. Второй раз он не может, священник вообще второй раз не может жениться, даже если он еще молодой. Почему так? Откуда эти правила? Эти правила идут из древности, потому что священник должен быть образцом нравственности для своих прихожан. Однажды у своего приятеля психолога я спросил про другого приятеля, а как он? Он говорит, он сейчас возглавляет консультацию о семье и браке. Я упал со стула, потому что он женат четыре раза. Чему этот человек может научить? Это не опыт. Понимаете, к вам приходит врач, у которого список больных, которых он отправил на кладбище, там полторы тысячи человек, и два выживших, вы к нему как? Полководец, который не выиграл ни одной битвы. Что? Он будет продолжать в чинах расти? Да ничего подобного. Даже Сталин, у него были эти Буденый, там, Ворошилов, он же их всех отстранил. Потому что это уже смотрит, кто выигрывает. А, Жуков выигрывает, вот он будет. Даже по внешним признакам очень-очень много можно сказать. Ну а потом уже из тех, кто останется, выберу, какая мне как больше милей, какая там подобрей, спрошу, что читает, что вот ей интерес, что мне, какие у нее друзья, с друзьями познакомлюсь. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, с кем дружит. Если я узнаю, что у нее подружка-наркоманка, это очень опасно. Если она дружит только с разведенными, то это значит, постоянно они будут ей зудить, что какой у тебя муж плохой, потому что зависть-то есть, это тоже может плохо кончиться. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, я надеюсь, что все-таки претендентов много останется, но все-таки вот вы как-то так постерегитесь. И вот у нас в семинарии, когда я учился, там тоже, я-то поступал уже в семинарию с человеком достаточно зрелым, женатым, мне уже дочка была, а половина там, даже больше половины, две трети ребят таких, молодых. А священник, если он не женат, то он уже жениться не может. Поэтому, прежде чем принять священный сан, нужно жениться. Либо идти в монастырь, становиться монахом. Монахом не все хотят становиться, и не все могут. Это путь особый. Вот, поэтому, когда уже идет к последнему курсу, стараются найти себе невесту. И понятно, что за такой короткий срок найти и вдруг полюбить, это невозможно. поэтому большинство выбирают по совету и по расчету. Понимаете? Но расчет не денежный. А один даже не устак. Вот сейчас из Троицкого собора первая, какая выйдет, я ей сделаю предложение. Сейчас у них уже восемь детей. Такое тоже будет, но это уж очень рискованно. Это уж дам бог он послал хорошую девушку. Вот. И вот выбирает именно по таким критериям. И причем привозит ее к своему духовному руководителю, он с ней беседует, спрашивает. Потом будущая супруга священника исповедь проходит, исповедуется, вот, узнает ее внутренне содержание. А потом может стерпится, слюбится, потому что как живут вместе и так далее, и так далее. Вот. И в нашем приходе тоже вот подходит ко мне парень такой очень скромный. Батюшка, вот, можешь посоветовать какую невесту? Я говорю, давай посоветую. У меня есть одна на примете, но я начну с нее. Если я у нее спрошу, пойдет ли она за тебя замуж, тогда я тебе ее покажу. Подхожу к ней и говорю, за такого пошла? Да вообще пошла. Я говорю, ну хочешь познакомиться? Давай. я ему потом говорю, вот это. Он смотрит, да, хорошее. Я, правда, раньше не замечал, вот такая она тихая, скромная. Я говорю, вот. И вот те браки, которые я сам совершил, они живут не просто хорошо, они живут идеально. Они живут гораздо лучше, чем я жил. Потому что мы первые шесть лет с женой все время выяснили отношения, там у нас споры всякие были об искусстве. там, ну в общем, ей одно нравится, мне другое, там она, у нее одни друзья, у меня другие. Пока это все, шесть лет мучились, а потом как-то это все стало по-другому. Последние 20 лет уже хорошо. Вот. А у них все идеально. Понимаете? Просто идеальные отношения, просто радуешься за них. Вот, оказывается, расчет бывает разный. Вот. Еще есть вопрос? Нету больше. Ну, это хорошо. Так что, вот, постарайтесь, родные мои, мальчики и девочки, юноши и девушки, не верьте тем дядям и тетям, которые хотят вам внушить, что радость в сексе, что дети не нужны, а нужны контрацептивы. это все люди, которые хотят отнять у вас самое святое в жизни. Любое. Понимаете? Причем, они действительно это разрушат. Вот вы знаете, к нам в храм приходят очень много деток-сирот, искореженных совершенно своим сиротством. Им очень трудно бросить такие простые вещи, как материться, как воровать, 80% сирот поступают в преступный мир. Потому что они живут вот в этой среде. И вот вам от той среды, которая сейчас опустилась вот таким черным облаком на нашу Россию, то, что телевидение, чем пропитано. Вот эти люди не то, что не обязательно они вот всех нас ненавидят и так далее, и так далее. Но нет, отчего это происходит? От того, что вот вы никогда не замечали такую вещь. Вот за столом вдруг окажется один непьющий. И все начинают его уговаривать. Или, допустим, человек сыт, а ему говорят, ну съешь еще вот это, съешь вот это. Отчего это происходит? От того, что когда человек, допустим, не пьет, тот другой, который пьет, он испытывает перед ним комплекс неполноценности. Ему обязательно хочется его поставить на свой уровень. Это опять причина в зависти. И вот развращенные люди, они завидуют целомудрию, они завидуют чистоте, и даже не осознавая, они ненавидят ее. Поэтому хотят как можно больше людей ввести вот в эту свою вот эту черную кашу. Чтобы себе оправдание такое. А в чем? Все такие. Ничего особенного. Потом все аборты делают. Ой, какие глупости. Может не нравится? Заведи себе партнера. Понимаете? все. А что? И какой критерий-то? Все так делают. Понимаете? Чем больше вот этих всех, тем легче переступить эту грань. но если вы сумеете удержаться, не быть как все, то вы будете счастливы. Такой у вас есть шанс. грань. Грань. Грань.